всем привет всем привет ребята с вами на связи вновь душевный и вкусный город шимкент и логичным было бы отправиться нам сегодня в душевную кухню мы едем в ресторан душевная кухня ресторан или ресторан сеть ресторанов написано мы едем в одно из этих заведений которые находятся по улице туркистанская пока алена немного посмотрит информации в интернете вы посмотрите на осенний шимкент по крайней мере до заведения недавно проходил мимо этого заведения и встретил знакомого парня которого зовут анатолий как оказалось он бренд-шеф этого заведения мы договорились с ним что я приеду снимать в определенный день но не приехал намеренно потому что мы всегда приезжаем неожиданно сейчас мы хотим там позавтракать провести время до обеда поснимать об этом заведении если нам разрешат поснимать как что-то готовится пообедаем и вернемся обо всем этом вы уже увидите из дальнейшего видео из соцсетей я узнала что в ресторане душевная кухня готовится итальянская европейская японская паназиатская кухня и как сказал мой муж такеши что бренд шеф анатолий куда мы едем в ресторан душевная кухня в соцсетях его называют дядя толя его ласково и нежно называют дядя толя ресторан душевная кухня также еще называют гастропаб гастропаб это означает соединение сочетания паба и ресторана в котором можно не только хорошо выпить также и изысканно перекусить покушать поэтому называют гастропаб понятно интересно что то можно выпить тем кто за рулем вот мы подъезжаем к парку по туркестанской улице и прямо напротив парка напротив напротив центрального парада душевная кухня вот парк сейчас мы заезжаем это парковка центрального парка это пешеходы центрального парка смотрите-ка осенний парк золотая осень действительно золотая машина закрой а точно сейчас секунду дядя поля ждет в гости отсюда уже приглашение душевная кухня но что-то свет не горит с двенадцати написано я же тебе говорю мы рано пришли с двенадцати ты не слушаешь у них оказывается вот на или его с десяти а здесь двенадцати я потому ничего себе что поделать невозможно мы теперь вернемся куда вернемся вот он глядя поля в очень стильном фартуки черно-красных классических тонах пойдем откроешь дверь как будто бы слышу живую музыку у них по выходным звучит кстати живая музыка поет вроде татьяна было написано ну если не поменялась появится здравствуйте здравствуйте спасибо у вас здесь можно снимать на видео можно снимать дядя толя здесь а он вечером вообще будет да окей мы тогда то насколько он приходит в четыре где-то а сейчас у вас получается украина вот это или другой повар просто добрая атмосфера а много да понятно хорошо сейчас ну да не спорю туда иску что будем делать нет ждем вечером придем или как посмотрим сейчас меню очень закажем знаем он в принципе к часах четыре будет будет но потом еще раз придем там наверху тоже зал да она свободна пойдем посмотрим мужчин все сейчас переговорим тогда с ней можно даем позвать и нато на с кем-то разговаривали очень уютно зацените ребята классненько здравствуйте мы вот блогеры вообще сможем сейчас мы просто снимает а мы сказал счастье есть мы хотели бы вот здесь поснимать обстановку вообще мы разговаривали уже у него с вашим шеф-поваром договаривались что вы не с вами просто сегодня мы неожиданно так пришли а у нас вечера да да а у него даже выходной да а понятно ну а вообще можно будет так мы сейчас снимем обстановочку там видео там да мы с ним разговариваем договорились просто мы еще хотели чтобы он готовил одновременно и поэтому а завтра он со скольки работает с 11 и до познать на чтоб знать даже а у вас вообще написано с 12 вот я и видела чтоб в соцсети что с 9 сегодня мы вообще с 10 приехали но было закрыт понятно по пятницу завтраки да и он с 9 завтра оказывается работать сегодня мы отдавать уже сейчас наверно да вы же нам приготовьте что-нибудь вкусное есть там шеф-поварщик какое-то меню там я потом мы еще раз поедем просто тогда еще раз а здесь еще что ничего себе а кто нам может так примерно рассмотреть здесь какой зал крутой как разом дарья ой как красиво смотри как круто здесь а этот как зал как-то называется аквариум здесь пятницу субботу живая музыка играется пятницу субботу живая музыка по вечера по вечерам по вечерам а во сколько начинается с 9 до полдвенадцати с 9 вечера до полдвенадцати а кто поет сейчас нас певица диана диана на втором этаже тоже получаются балкон дубль 3 пошли сегодня мы наконец-то застанем дядю толю как раз холодно кушать хочется да и в аппетит будет горячего дядю толю третий подход здравствуйте здрасте здрасте вот дядя толя сегодня здесь а можно будет его позвать позвать пригласить здесь поэтому я и спрашиваю где он поэтому я и спрашиваю где-то ли третий подход здравствуйте мы в общем хотим попробовать самые вкусные блюда которые у вас есть вашем заведении вчера уже небольшой обзорчик сделали вашего заведения вообще мы в восторге вчера пришли посмотрели супер очень дорогая атмосфера приятно так а вы нам посоветуете вешалочки удобные все супер дядя толя нам лично сейчас посоветует что нам выбрать из еды покушать из блюд из блюд дядя толя нам лично порекомендует нам выбрать дядя толя нам лично порекомендует нам что-нибудь из блюд всем здравствуйте или мне не как блогеру да надо будет обращаться и как блогерок подожди я вот я почему сейчас с вами запутываемся для меня сейчас видеть как будто интервью какой-то как будто берете с одной стороны с другой стороны если вы меня как работника ресторана будет спрашивать конечно я как-то по-другому должна там здравствуйте всем не говорить или просто добрый день вот нам самое необходимое чтобы было просто душевно открыто очень про но всем нашим гостям и вам конечно всегда рекомендую сначала сделать выбор от вас что вы сегодня хотите кушать рыбу птицу или мясо чаще всего девушки конечно предпочитает рыбу и она у нас есть в ассортименте я могу предложить белую красную рыбу из них так как сейчас хит нашего сезона вот именно ресторана нашего душевной кухни на туркестанской это именно белый белая рыба это африканский сон мраморный его еще называют как приготовить вы его сами можете нам сказать либо мы его сами порекомендуем как вам сделать я думаю что на пару весь сливочном соусе вам подам с овощами будет очень при мне кажется очень замечательно ну для вас именно порекомендую больше может курочку попробуйте наши огненные бедрышки с рисом ну либо курицу кисло-сладком соусе вам тоже должна отлично нравится когда курица в кисло-сладком соусе и какой-нибудь салат но салат больше с мясом вы любите или с овощами больше зелени больше овощей зелени больше овощей зелени кстати на сейчас тоже стартовал новое блюдо это халуми кто знает сыр халуми он подается в горячем виде в греции готовим и он на сверху на листьях брокколи либо на других салатных листьях можем подать как вам удобно чего больше любить можно на рук или подать на рук или да наверно можем на рук попробуйте да первый раз такой слышим название сейчас между причем каждая ну не каждая но в каждой греческой семье этот сыр используют они даже как лепешку просто пожарили и уже с утра могут завтракать или в обед поэтому сыр халуми это я думаю что что-то новое именно в шибкенте рекомендую и попробуйте готовы попьем наверно но у нас есть домашние компоты на выбор то есть вишневые абрикос или слива ну или стандартные чаи у нас тоже самый ташкентский чай хотя ташкенте не знают о ташкентском чае но у нас в шибкенте уже привыкли говорить об этом шибкентский там люди ташкентский чай ташкентский чай но у нас есть подача такая идет что у нас несколько видов меда есть то есть я могу с горным подать цветочный джан так или горчичный мед на ваш вкус какой выберите так вам подам я тоже думаю цветочный лучше больше запаха и аромата будет сюда сюда всем привет я являюсь бренд-шефом и управляющим ресторана душевная кухня на туркестанской памира мы сегодня для вас приготовим кое-какие салаты и горячее блюдо но также увидите приходите к нам у вас все очень вкусно и душевно и по-домашнему самое главное так вот сыр халуми нас городе пока еще никто не готовит это сыр который именно подается в горячем горячем виде либо на шашлычках либо еще на что-нибудь мы его сегодня будем жарить для салата как любая греческая семья у по разве все это очень сильно распространено полом не кушать дома и очень часто я можем могу сказать это как у нас уже дома там борщ или ну простые блюда которые есть также греческий семья калумия приготовления самого этого сыра его можно на шашлычках на сковородке на барбекю любом виде можно подавать насилий кстати наш холодного цеха классный мастер очень хороший повар а что такое холодный цех холодный цех ну там где готовятся салаты основная часть потому что у нас есть выражение кто не знает он говорит таким работаешь да я там тип салатница выражение салатный свет это салатница это в чем подают салат и так считаю суда надо говорить по супор холодного цеха там писали салат это сыр не теряет форму то есть он до этого именно предназначен разрешим будет готовить давайте со сладким поза сейчас это масло поставил этот ресторан когда был открыт вы знаете мы он до этого по-другому назывался суклы а душевная кухня где-то в сентябре открылся но много изменений в сентябре этого года или восемь не сентября этот когда в марте 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 но кухня менялась менялась много чего в этот момент вот чаще всего халумия именно с зеленью подается до тех кто бережет свои калории вот ваше халуми это очень прекрасное блюдо и сыр пока горячий его надо кушать приятного аппетита спасибо большое хочешь попробовать ну ну так поменьше сделаю кусочек и заценю хотела взять с рукавой рукава даже немножко подчеркивает вкус халумии халумия еще она посыпается в мяте и постоянно в мяте находится то есть как бы немножко маринад идет от мяты от самой так вкусно даже не знаю с каким сыром его сравнить ни с чем не сравнимый сыр так что ждем в гости попробуйте наш халумию сейчас вас еще ждут горячие блюда посидите пока месь может домашнего вина попробуйте грузинского у нас два сорта есть сорт сапирави винограда сам идет оно розовое полусладкое и красное вино сухое оно этого года молодое вино но уже может взбодрить в любой момент ну так давайте наверное розовое лучше полусладкое ну он классно подходит я буду а ему нельзя наступила моя очередь пока горячее нужно пробовать так скинем сыра руккола а руккола да? руккола скинем рукколы сорри за мой французский ой сыр не сыр бринза не бринза хачапуре не хачапуре не хачапуре это самый необычный сыр если это сыр который я пробовал он очень вкусный интересно так скрипит на зубах ну это приятно как приятно да? похоже но но вообще не похоже очень вкусно ну и сроккола именно вот сроккола когда руккола руккола круто если затравка такая то я представляю что нас ждет впереди спасибо это коньяк я сам делаю лучше вам конечно вино попробовать это очень крепко это больше похоже знаете сорт арарата персик и приближены к этому вкусу именно сама по себе либо с имбирем для вас крепко будет но бехеровка даже на вкус можете попробовать сейчас попробую у нас около пяти видов настоек разных здесь 20 трав внутри сама бехеровки я травы заказываю что с россией приходит и для коньяка для вискаря которые я делаю щипа кавказского дуба приходит очень вкусно пахнет и сразу так горячо прям согревает резко раньше ее пили для того чтобы ну если болит желудок или что-нибудь это именно как настойка была для этого а теперь оно вошло настолько в моду что люди уже производство наладили такое что люди просто в ресторанах ее пьют как настойку просто ну первое совершенно только бехеровка а вот это вы тут это коньяк сгажали а это прям крепко это даже чувствовать все горит вот ваша курочка фистосладком соусе с припущенным листом попробуйте пальчики обвижите да ваша рыбка уже готовится она не так быстро в первую очередь алена да пусть да если выживешь если выживешь то все после гастрономического шока вот тебе кстати вот бехеровка понравится я не сомневаюсь да да бехеровка она около 10-15 дней я ее настаиваю на этих 20 травах есть еще и гермейстер напиток там 40 трав идет да 220 ну это легче пьется получается ну вот дистиллят примерно как односолдовой виски потому что там солод присутствует сам очищение травной перегон делаю так что все в общем я приеду без машины один сразу жду 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 так пахнет давай слов нет в Чинкенте ну в Чинкенте ни в одном заведении я такого и вкуса и подачи такой не пробовала и не видела удачи подсмотри красиво прям хрустит дать тебе попробовать давай пробуй дальше ты же не все попробуй овощи пробуем хочешь чтоб я всю курицу съела? нет я могу и курицу и рыбку дядя Толя спасибо приятного аппетита душевная кухня душевная кухня для душевных гостей вкусная очень на видео нет нет очень вкусная мягкая и корочка отдельно чувствуется как запеченная в то же время как хрустит поэтому я и говорю вот в Чинкенте я такого вообще не видел а где пробовала? я пробовала же еще мы были же в Таиланде там а в Турции там не в кисло-сладком соусе а просто подавали там не это ну давай не томи быстрее я думаю вино надо просто попробовать да чтобы вкус оценить поэтому вино молодое но уже говорю по себе вкусное я думаю что я здесь буду чаще бывать и тоже без меня? нет только с мужем оно такое мягкое в меру сладкое как раз вот точно к курочке к моей рыбке а я еще раз этим у меня даже слов нет так зачетно ммм правильно сказал даже ничего говорить не хочется да вот я тебе говорю хочется насладиться насладиться только кушать ребята непременно нужно посетить заведение душевная кухня именно на туркестанской и попробовать эти вкусняшки от дяди Толи дяди Толи у них какие-то особые соусы которые придают сейчас я полупендруюсь пикантность этому блюду ну ребята очень круто рекомендую это правильно ты заметил у них какие-то особые мне кажется соусы не знаю может быть я неправильно скажу но особых производителей скажи так которые ну я так понимаю они сами сами производят вообще зачет я уже испугался думал уже рыбы рыбка через 4 минуты нет нет он не спешен вот африканский сомик в сливочном соусе приятного аппетита спасибо большое ммм как пахнет как пахнет попробовать сейчас обязательно кусочек в соус ммм ммм даже не знаю какими словами описать то что мы сегодня пробовали такое разнообразие вкусов ммм вот эта рыбка я в первой жизни такую пробую очень вкусно очень вкусно ммм сам по себе мы больше кило кило 200 не берем потому что он молодой в нем жир не накапливался мраморный сон или африканский как его еще называют он к нам сразу живыми приходит поэтому мясо настолько свежее потому что реально нежное еще такой свежий мне даже пришлось немножко отказаться от судачка который приходит мороженого чтобы заменить его и дать нашим гостям наоборот больше свежей рыбы красная это она само собой идет как бы холодные свежие заморозки а сомик он пришел живым в течении 1 суток он где то уже уходит у нас тоже как бы сказать это как хит в нашем ресторане сейчас многие именно на него приходят хорошо приятного аппетита спасибо большое очень вкусно попробую и так и так без соуса а еще можно лимончиком полить надо было да я вот сейчас вот увидела и сделаю еще домочек супер дом о да везде 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 ребята держитесь он как попробуй с соусом и без соуса он как желе вот не мог подобрать слово да настолько нежно и соус и соус еще да и неправильно из соуса попробуй ммм 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 ах ребята я поддерживаю этого человека который сказал что такого гастрономичного склова оргазма не испытывал ммм я тем более рыбу люблю ммм ммм я думаю что сейчас надо забирать его и съесть пол ммм да это красота да это все меньше и меньше и меньше становится ммм да перчик какой поджаристый да перчики прям ммм да если хотите кайфануть вот прямо от души душевно в душу то в душевную кухню вот я вот недавно его начал только изучать эту рыбу когда она пришла ну все равно надо экзотику какую-то показать хочешь удивить кого-то тем более в Шымкенте где ресторан на ресторане надо давать что-то такое необычное вот такие вещи как кокталл из этого же сомика представляете есть он еще горячего копчения идет сверху овощи ммм 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 овощи тоже не менее амбициозное блюдо да тоже оно так прям зажарено да как не приходите попробуйте еще куриную грудинку на овощах рататуй это тоже очень интересное блюдо интересно наслаждаемся обедом и ждем чая как раз музыка закончилась все можно не стихай да я хочу еще раз эту реакцию услышать ммм 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 такой вкус необычный ммм перец съедается так же ммм я не могу описать свои эмоции что чувствует сейчас мой язык это вообще бомба так вкусно перец еще каким-то соусом что ли полит не только рыбка но и перец ребята друзья я впервые в жизни пробую такую рыбу перец на гриле все так вкусно тает во рту такое изобилие вкусов приезжайте в этот ресторан нам очень здесь понравилось все очень вкусно на высоком уровне шикарно и достойно ну что наша кухня может сказать конечно первую очередь так как мы живем в мусульманской стране у нас халяль полностью здесь за этим жесткий контроль у нас есть и суши и роллы я сам готовлю для гостей первый номер если корейцы знают ее так и называют рыбу живого сазана и здесь разделы специально перед гостями коктал не в каждом ресторане есть у нас очень много интересного печень там двух видах падает даже куриная в имбирном соусе с лишним все блюда прям не перечислить мы работаем на домашней кухне у нас много видов вареников вареники с творогом с вишней с картошкой семгой с удочком яичком вареным с укропчиком это все домашняя кухня разных стран как бы сказать много видов супов борщ солянка уха не перечислился меню даже также много видов чаев напитков спиртных компотов ну для любого гурмана мы найдем и подыщем для него то что он именно хочет попробовать ташкентский 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 говорю там что за ташкентский чай почему мы его не знаю даже не могу описать как я вам говорю уже у меня запивается и запивается для вина надо место оставить одновременно кислый сладкий в общем даже не знаю как сказать перечислить этот вкус он кстати точно правильно сказал анатолий ник как в одном из других заведений совершенно другой вкус но мы меняем да почему многих заведений без пользы допустим сироп и капли меда а я наоборот делаю именно на меди а но не такой дорогой продукт но гости очень приятно и когда выбор меда реального выберите когда вы попробуете горчичный мед он по-тругому джон так если вы знаете уже колечко да он по-своему дает вкусу небольшой горечь придает чаю такие как горный и цветочный мед они сами по себе просто больше аромата дают и запах аромат и сладость запах да ажан так я не очень люблю правильно вы сказали что горечь дает ну теперь логичное завершение спасибо за просмотр добро пожаловать душевную кухню работаем когда всем спасибо за просмотр да добро пожаловать в ресторан душевную кухню анатолий ждем вас гости мы работаем с 9 утра у нас завтраки до 12 из 12 до 2 мы вам можем предоставить любую пищу кстати вы также можете прийти и мы можем вам open food изготовить то блюдо которое вы вообще хотите в этом заведении попробовать но если есть ингредиенты для вас эксклюзивно это сделаем ждем гости в душевной кухне у нас многие гости говорят а у вас есть какой-нибудь грибной салат нету для вас него у нас есть маринованные грибы и свежие грибы и поэтому король со что у нас компьютер сам считает мы в него забиваем он нам сам блюдо бам-бам-бам посчитал и он уже open food а выходит примерная цена и так что у нас для слоя всем говорю никогда гостям говорить нету вот сначала пойдите узнаете потом выйдите скажите нет если повара я нахожусь здесь без проблем есть ингредиенты есть есть все давай быстро изготовили вам изготовили вынесли на ту же самую допустим скумбрия да у нас ее тоже в любом виде ну я ее жарю многим гостям тоже нравится прям жареная скумбрия как мясо жарюхи она без косочек без ничего так счет наш вышел на 4940 тенге вообще я ожидала большего в этом заведении как нам сказал анатолий до 6 вечера не только для нас но и вообще для всех посетителей действует 20 процентная скидка для постоянных клиентов и вечером тоже так что приходите ну что ребята шокировались от счета мы вообще в шоке очень удивились это ресторан с ценами самого обычного заведения самого обычного кафе да сказать но как там было круто атмосфера каждая деталь в каждом мелочь все продумано очень уютно приятная музыка под которую можно разговаривать хорошая акустика дядя то ли кстати на правильно анатолий уделял очень большое внимание на оказывается он каждому гостю каждой компании подходит общается он подошел мы еще полчаса душевно пообщались но мне очень понравилось я бы сказал что на сегодняшний день ноябрь 2019 года заведение который больше всего мне понравилось это душевная кухня по туркестан по туркестанской у дяди толи так что всем спасибо за просмотр добро пожаловать душевную кухню всем здоровья всем пока в счет не были включены вино и чай это был комплимент от анатолия до 6 часов вечера для всех гостей этого заведения действует 20 процентная скидка